Привет! Ты на канале Кьютон Чанел. Сегодня я порадую тебя своими покупками, закупками уходовой косметики. К сожалению, за недостачу времени я ее купила очень долго, поэтому у меня сейчас весь подоконник, где я, впрочем, снимаю видео, заполнен просто неимоверным количеством уходовых вкусняшек. Сегодня я покажу бюджетные находки, которые стоит покупать, а также несколько бюджетных находок, которые не стоит даже и пробовать, и смотреть в их сторону. Итак, начнем. Первое, что хочу показать, это шампунь, вот такой литровый, профистайл, защита цвета. Так как у меня кончики волос покрашены, я решила их защитить как-то, но здесь я немножечко протупила, так сказать, потому что шампунь действительно увлажняет, но он увлажняет и корни волос, которые у меня и так хорошо, сальные и жирные, поэтому мне нужно мыть с ним голову каждые два дня, для меня это просто от оттищи, потому что волос много, они густые, и чтобы вы понимали, долго сохнут. И я, наверное, этот шампунчик отдам своей подружке, он ей подходит, и не буду просто на него смотреть. Не подошел, но подружке нравится, у нее похожий тип волос, но, наверное, вот что-то в ней все равно не так, потому что ей он нравится. Попробуйте, шампуни профессиональные, хорошие, по отзывам мне лично не подошло, может, потому что это вот не тот тип шампунчика я взяла. Итак, я решила искать тот шампунь, который действительно мне подходит, но таких шампуней, наверное, нет, поэтому я решила просто взять шампунь, который будет хорошо пахнуть на моих волосах. Я когда нюхала эти ароматы масс-маркета, честно вам скажу, я вертела носом, потому что ужасный запах всех шампуней, даже самые дорогие шампуни, которые есть, типа Велла, Пантин, они для меня воняют, они воняют каким-то пластиком. И каково было мое удивление, когда я нашла шампунь еще своего детства, шаума, который пахнет просто вкусняшечкой. Это, по-моему, какой-то кокос, ваниль и немножечко цитруса. И я обожаю этот запах, мне нравится, как пахнут волосы после этого шампунчика, и стоит он очень-очень дешево. Видите, он какой прозрачный. Сейчас прям хочу его понюхать. Это очень приятный запах, очень вкусненький, хотя не очень люблю кокос, но волосы от него пахнут классно. Следующее, что я взяла, это, опять же, маска Calus Omega. Я когда-то брала такой шампунь, и мне он безумно понравился. Мне нравится запах, нравится, как действует эта маска. Но я использую как бальзам. После того, как я помою всю длину волос, я быстренько наношу на волосы и смываю. Тогда волосы легче расчесываются, и они лучше по структуре. Если же использовать эту маску по назначению, то волосы будут очень мягкие и шелковистые. Но мне не хватает этого терпения, времени, поэтому я использую как бальзам. Очень выгодно, потому что здесь тысяча миллилитров, и маска не самая плохая. Очень классно пахнет. Что не могу сказать о следующем претенденте, который я решила попробовать на свою голову в прямом и в переносном смысле, купив ее в Еве. Видела вот такую штуку. Ой, она такая розовая. Взяла номер 3. У нее там что-то восстановление. Интенсивное питание волос было. И по запаху она мне понравилась. Но каково было мое удивление, когда эта маска нифигашечки не сделала на волосах. И после нее расчесать волосы просто нереально. И пахнет она знаете чем. Когда я пришла домой, я уже поняла, что это за запах. Сейчас я убежусь, убедюсь, что это он. Да, это он. Это огуречный лосьон наших родителей. Если кто помнит, это запах вот такой вот спиртовой кислый огурец, который, блин, потом пахнет реально на волосах. Я не знаю, что с этим делать. Оно не вымывается. Оно вот так вот удержится столько, сколько надо на волосах. И даже парфюм не перебивает. Половину использовала. Вот стоит банка и все. Не знаю, что оно такое. По цене, в принципе, как с калосовскими масками. Но как-то вот не нравится. Может, кто-то пробовал вот эту фирму, этот бальзам-маску. Может, я не тут взяла, но я очень разочаровалась. Едем дальше. Я попробовала скраб для тела. Чтобы вы знали, я не очень большой любитель этого всего. Но почему-то вот на лето мне захотелось прям так, чтобы кожа была мягкая-мягкая. Пошла я выбирать скрабы и опять наткнулась на проблему с запахом. Почему не делать такие уродливые ароматы? Да, уродливые, потому что просто невозможно их нюхать. Ну ладно, я нашла. Единственный запах, который аромат мне понравился, это салон спа. Скраб для тела тонизирующий. Это салено-сахарный, сахарно-солевой скраб. Вот так он выглядит. Вот такая баночка. И мне понравился запах, потому что там есть цитрусовый аромат, за счет чего он тонизируется. Он мягкий такой и, ну да, он тонизирующий. Сейчас покажу, как выглядит скрабик. Он такой прям как масса, такой жирненький, пустенький, с вкраплениями еще какими-то. Но, опять же, девочки, такими вещами нужно быть очень осторожны. Во-первых, не скрабируйте кожу, когда вы побрились. Это было для меня большое удивление. Ну да, голова не думает сразу. Очень щиплет, очень. Потому что здесь есть соль. А я забыла, что это сахарно-солевой скраб. Это раз. Во-вторых, у кого сухая кожа, вот это просто бомбезное спасение. По поводу скраба, он так себе, вот на троечку, недостаточно скрабирует кожу. Этот скраб оставляет очень сильно увлажнение на коже. И когда я вытираю с полотенцем, вот я чувствую, как будто я помазалась увлажняющим каким-то кремом. Вы знаете, был раньше болезам для душа, Нивея, которым помажешься, выходишь и ничего не нужно делать. Вот это приблизительно то же самое. Очень увлажняет кожу. Для зимы классно подходит и для сухой кожи. Мне понравился, пользуюсь с удовольствием. Но вот у меня кожа более склонна к жирности, поэтому, скорее всего, вторую баночку я брать не буду. И все так же Наташа находится в поиске идеального увлажнителя для тела. Сейчас я пробую фреш джусы. У меня уже один стоит с манго, но он какой-то вонючий. Взяла второй. Крем масла. Маракуйя и макадамия. С маслом макадамии. Честно сказать, тоже какой-то вот странный аромат. Вот неестественный. Для тела так пахнуть не должно. Он приятный, конечно. Но он слишком... Видите, он синенький. Но он слишком экзотический для тела. Я бы не хотела, чтобы моя тельца так пахла. Но использую и все. Слава богу, здесь всего лишь 200 грамм. Вот тоже не нашла нормального увлажняющего масс-маркетовского бальзама, крема для тела. Посоветуйте что-нибудь, потому что, блин, второй раз уже напариваясь на какую-то лабуду. Про следующий продукт косметики уходовой много сказать не могу, так как пробую в первый раз. Это натуральный дезодорант для подмышек. Май Боди называется. Мэй. Мэй Боди называется. Фирма. Это кристалл. Я уже когда-то слышала о кристаллах, о том, что они очень экономичные и экологичные. Вот так выглядит это чудо. Ему нужно намочить и долго-долго насирать подмышки. И он имеет не запаха, а просто вот так вот он работает. Работает или нет, я сказать не могу, потому что я привыкла пользоваться такими штуками с запахом. Он понемножку, конечно, смыливается, но такими темпами его хватит очень надолго. Пока я его не использую, потому что, мне кажется, это все какой-то обман. Вот не пойму я, как он должен работать. Не знаю, буду ли дальше использовать. Меня, честно говоря, подкупила вот эта вот упаковка и цена. 145 гривен. Напишите, девочки, кто им пользовался и как он вообще должен работать. Следующее, что я вам покажу, это дезик от DAV. Но я его не покупала, он мне был подарен на один из праздников. Но я хочу вам о нем рассказать. Вот такой оригинал называется. Мне очень нравится его аромат. Я вообще любила раньше вот эти спреи, пшикалки под подмышки. Но потом как-то что-то я какой-то шариковый попробовала. Мне он понравился больше. Мне нравится стойкость запаха. Очень стойкий. Ну просто мега стойкий. Именно DAV. Посмотрите, запомните, стоят они очень джетно. Ну а теперь моя любимая часть уходовой косметики. Это гели для душа. Я вам скажу откровенно, что я снова подсела на одну фирму гели. Если вы смотрите меня давно, вы знаете, что я раньше любила гели от Тимоты, по-моему, которые были перевертыши. Но их, к сожалению, сняли с производства. Наверное, потому что это российская марка. Так как у нас сейчас такая ситуация в стране, мне очень жаль. И я долго-долго искала эти гели, пробовала разные-разные-разные. И, наконец-то, я нашла то, что хотела. Есть, конечно, одно но. Это цена. Но, честно скажу, оно того стоит. Это гели и в Роше. Я, конечно, очень скептически отношусь к гелям из каталога. Но один раз попробовав, у меня теперь баночек 7 точно стоит. Я даже беру иногда в запас. И разнообразные гели, потому что мне не по душе. Начну со старичков, которые я уже использовала не один раз. Это гелики в вот таких упаковочках больших. Здесь 400 мл. Стоит такая баночка 100 гривен. Там плюс-минус у кого как. И именно вот это вот мне нравится. Это манго и кориандр. Очень освежающий классный запах. И кожа после него тоже пахнет. Одежда пахнет. И вот этой банки, чтобы вы понимали, вот этой мне хватило месяцев на 8. Вы представляете? 8 месяцев. Да никакой гель для душа столько не выдержит. И то у меня еще. Вон, видите, еще что-то телепается в нем. Нужно его добивать. Очень экономичные гели. Следующий гели, который мне понравился, это лотос. Он имеет очень нежный, мягкий женский аромат. И подойдет, если вы хотите выйти прогуляться на свидание. От вас будет пахнуть очень нежно, как от цветочка. И тоже очень экономно. И 100 лет назад покупала эту бадью. Но, как видите, его тут еще очень-очень много. Он очень густой и экономичный. И хорошо пенится. Одним из моих фаворитов является вот такой гелик. Вот такой уже длинненькой упаковочке. Это у нас, по-моему, ваниль. В чем классный этот гель? Тем, что на коже он очень долго пахнет. И от него исходит очень тонкий шлейф. Как будто бы побрызгались с дорогими духами. Очень понравилась вот эта серия. Сейчас я расскажу. У меня еще один есть. Новый из этой серии. Яблочный. Его я еще не распробовала. Но вот эти, именно вот эта форма, мне очень понравилась. Я очень хочу попробовать что-то еще. Вот это мое недавнее приобретение. Это яблочный гелик. Вот в этой серии. Что это за серия, не знаю. Пахнет очень вкусно конфетками, кармелью яблочной. Сладенький такой, как раз на лето. Очень нравится и с удовольствием буду им пользоваться. И самое мое свежее приобретение, это проба. Я взяла маленький кокосовый гелик. Он мне нравится меньше всех, но тоже я им пользуюсь. Он не имеет особого запаха на коже. Но это крем-гель и он очень приятно увлажняет кожу. Я уже напомню, наверное, тысячный раз, что я сначала мою тело мылом увлажняющим. Крем-мылом в смысле. А потом использую гель для душа. И вот это вот более повседневный вариант, чем вот эти предыдущие, которые я показала. Ну и осталось несколько уходовых средств для лица. Тут их немного. Как видите, у меня большая часть заказа заняла, наверное, гель для душа. Мицеллярная вода. Пожалела я денег на воду от гарнир, который стоит уже очень-очень дорого. Поэтому пришлось покупать старый мой бюджетный вариант. Это черный жемчуг, который стоил 41 гривен. Видите, я уже активно им пользуюсь. По запаху так себе, но макияж снимает на ура. Как только я получу зарплату, куплю себе побольше гарнировских мицелляров. Потому что вот они все-таки пока для меня самые лучшие. Что еще хотела вам показать? Купила от Mayface скраб для губ. Которую штуку, которую у меня никогда еще не было. Но, вы знаете, прикольно. Пахнет клубничкой. Вот он как-то вот запах не теряет. В нем есть какие-то частички, наверное, сахарные. Которые снимают все рогелелую кожу с губок. И также увлажняет. Очень нравится. Пользуюсь активно, пока нареканий на него не было. И очень бюджетный, кстати. Продолжая знакомство с косметикой Faberlic, я беру у них кремы для лица. Потому что как-то вот все равно не могу найти то, что мне нравится. По этот раз я взяла два вот таких кремика дневной и ночной. Кислородное увлажнение. 4D Target. Что это такое? Не знаю. Ничего особенного я у них опять же не увидела. Морщины мои никуда не делись. Да, у меня есть морщины. Просто кремы как кремы. Ночной более плотный. Дневной более легкий. Нормальный. Пользуюсь. Все хорошо. Дальше, кстати, купила кокосовое масло, но ни разу им еще не пользовалась. Беру вот такой в аптеке. Хотела увлажнять им волосы, но про него совсем забыла. Поэтому нужно, наверное, поставить его на видное место, чтобы не забывать. У меня уже была эта маселка. Но в твердом виде его нужно на водяной банке расплавлять. И я делала раньше масочки для кончика волос, потому что они очень сушатся быстро. Классная штука, да. В принципе, можно увлажнять и ручки, и лицо, у кого оно что. Естественно, и дешево. Относительно дешево. Сейчас оно, конечно, подорожало. И последняя уходовая штука – это Avon. Вот Avon я люблю. Вот ты ничего не скажешь. Люблю их маски для лица. И давнейшая-давнейшая моя покупка была вот такая маска для лица. Это разглаживающая маска-пленка для лица с экстрактом водорослей. Очень прикольная штука. Ее потом нужно вот так вот снимать. Маска-пленка. Да, лицо такое освежающее и ароматное после масочки. У меня их уже целая-целая коллекция. Ничего не покупаю, только я не пользуюсь. Мне они подходят очень классно. Советую. Вот и все, вот и все. Вся уходовая косметика пройдена. Пишите, чем вы пользовались, что вы можете предложить на замену. Это все потом будет в пустых банках. Обязательно расскажу, что было дальше с ним. Хорошо или плохо. А мы с вами увидимся в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok